Друзья, всем привет! С вами Санек. В общем, очередное видео про то, как я нарезаю резьбы на токарно-винторезном станке, не используя резца для нарезания резьб. Будет все происходить на автомате. Есть у меня нужда. Вот тут есть немножечко у меня болтов. Собираю очередную балку-качалку для мини-трактора. И не хватает резьбы на таких вот вещах. Поэтому нужно их подрезать и что-то плашку вот этой штукой держать не очень хочется. Видео уже у меня было на канале. Кто в курсе, кто подписан, кто смотрел, знают прекрасно. Есть у меня такая вот причандалина. Крепится либо в резцедержку, либо в пиноль задней бабки. В общем, при помощи нее буду сейчас дорезать вот такие вот автомобильные болты. Они вот так вот спилены, они очень крепкие. На автомате. Для начала скажу так. Шаг резьбы 1,25. Поэтому, чтобы точить на автомате, снимаю вот сейчас вот с первого дубля. Вот как снимут, так вот и будет. Смотрим в таблицу. У нас шаг 1,25. Это 2, B. Соответственно, меточки я тут сделал. Засверлочка у меня. Так, нейтралочка. Не попал. На зубы попасть. Чтобы попасть на зубы, надо прокрутить, друзья, патрон. Немножечко. Они неудобно. Локтем. Могем. Могем локтем. Проверяем, крутится ли винт. Винт крутится. Дальше, что? Ставим. Опять же, провернуть руками. Неудобно. Патрон. Первая передача. Здесь обозначения нет, поверьте. Пониженная первая. Потенциометр выкручиваю в ноль. Это у меня по настройкам 40 Гц. Вот, 40 Гц. Но можно сделать и поменьше. Ну, мне достаточно. Следующее, что? Зажал головку с ключа. Вот. Вот такую вот. На 17. Потому что у грани здесь, хоть она и такого плана. Но это автомобильные болты с ходовки. Поэтому они имеют вот такой вот спил. Но, тем не менее, чтобы вот она сюда становилась. И буду дорезать резьбу. Ну, как-то так. Плашечка 1,25. Здесь 1,25. Поэтому все будет происходить на автомате. Все, сейчас на штативчик все это дело и продолжим. Так, я думаю, прекрасно видно, да? Лимбы, рычаги. Вроде бы видно. Потому что у меня телефон выше головы. Ну, ладно. Пойдете. Почему в резьцедержке? Мне так удобно. Она сейчас на автомате будет подавать туда, куда нужно. И нарезать резьбу. Для начала, друзья, смотрите. Просто прижимаю и немножечко, немножечко рукой помогаю, так сказать, лерке войти в этот самый. Ну, войти. Туда, куда нужно. Выставляю на край. Глубины здесь как бы хватает. Выставляю на краюшечку. Все. И включаю маточную гайку. Дальше немножечко маслица. Нарезать мне надо резьбы вот столечко. Дорезать. Ну, что, панали. Подача 1,25. Все движется. Видно, да? Что головка саму, как говорится, голову болта держит. То есть, идет подача. Ну, сейчас покажу, как бы это все, елки-палки. Сейчас, конечно, передам. Ну, пойдет. Все. Так же машина назад. Назад нужно увеличить скорость. То есть, включить повышенную, чтобы выехать. Ну, болт хоть и выпал, но, тем не менее, горяченький. Резьба дорезана. И берем след. Маточную гайку я включаю. Вот я буду сейчас просто комментировать свои действия. Просто так виднее будет, наверное. Буду комментировать свои действия. Вот, вставляю другой болт. Поджимаю. Не забываем, что на станке включена подача шага 1,25. Сейчас вручную, просто штурвалом, просто продольной, попадаю на резьбу. И все. Не более, не менее. Это пониженная. Так, все. Я заехал. Хотел сказать, мы заехали. Можно болтик достать. Можно болтик поставить на место в грани. Включаю маточную гайку сейчас. Ищу положение. Нашел. Маслица добавляю. Хотя на сале работает вообще шикарно. Можно увеличить обороты, как только дошло до момента реза. Все. Надо вот у меня ориентировочно. Никаких проблем, друзья. Никаких проблем. Ставлю повышенную. И реверс. И поехали назад. Также на включенной маточной гайке. Вот. Выключаем. Резьба. Дорезанная, я не знаю. Сейчас попробую насветить, показать. То, что нужно. Было вот так. Стало вот так. Скидываю следующий. Обороты поменьше. Пониженная. Заезжаю. Вручную заезжаю. Отодвигаю на край. Маточная гайка. Все. Поехали резать. Хотя и на таких оборотах он нарежет. Первая пониженная. Как-то так. Так, чего тут не так? Грани сбиты. Грани, друзья, сбиты на болту. Поэтому, что нужно сделать правильно? Поставить неправочку. И загнать болт поглубже. Ну, бывает такое. Почему нет? Вот. Слишком его. Вот таким вот образом. Все. А почему нет? Все. Слишком было на край. Но, тем не менее, болт еще походит. Послужит. Сейчас покажу ранее. Стану сам отъезжает. Вот. Как-то так. Горяченький. Елки-палки. Ладно. Как-нибудь. Сейчас возьму тряпочку. Ну, друзья, вот он болтец. А вот они. Сбитые грани. Ну, это я гайковертом только что откручивал. И из-за того, что он вот такой вот, ну, посбивал. Но, тем не менее, закрутится, сноса не будет. Горяченький. Следующий. 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 Здесь хороший. Здесь отличные грани. Так. Сначала без маточной гайки. Просто вручную штурвалом поджимаю. Вот. Даже вот оно доехало. Вообще замечательно. Выдвигаю. Так, чтобы мне было видно. Пониженная. Потенциометром убираю. Еще немножечко. На 40 Гц стоит. Ну, можно и на 10 сделать. И дорезаю. Выскочил. Еще чуть подвину. Маточную гайку не выключил. А, как не выключил. Я ее даже не включил. Бывает такое, когда спешишь. Все. Станок поехал. Все снимаю, друзья. С первого кадра, с первого дубля. Как есть. Показываю. Тем более, все это на камеру. Он еще перед лицом. Не очень-то и удобно. И так вот. Горяченький. Ну, пойдет. Следующий. Также. Ай-яй-яй. Дорезан. Следующий. Так. Замедлим. На потенциометре замедлил. Но все равно включена повышенная. Чтобы пройтись до того момента, пока закончилась резьба. Дальше буду дорезать. Включаю маточную гайку. Пониженную маслица. Немножечко. Все. Маточная включена. Все. Поехала. Голова. Точнее, на болту. И сама голова с ключа на краю стоит. У нее есть запас хода. Если она сдвинется, то либо туда, либо сюда. Никакого там... Я не знаю, как это правильно назвать. Нету. Так. Вертаем назад. Думаю. Вот он. Уже наугад. Следующий. Это вот при массовой доработке. Очень нужная, полезная. Вот это вот при чандалина. Вот такие вот дела, друзья. Здесь. Здесь вот так у меня. Маточную. Так, рано включил. Где-то вот здесь. Потенциометр пониженная. Дорезание. Я просто вот почему дублирую свои действия, потому что их на камеру не видно. При этом вот суппорт сейчас вот движется сам с той скоростью, с которой нарезается резьба. Вот. Как-то так. Но это, опять же, при массовой вот этой всей... При массовом всем изготовлении. То есть мне вот сейчас, по большому счету, не составляет большого труда нарезать, не знаю, там, десяток, два десятка, три десятка вот этих вот дорезать резьб и так далее, и там подобное. Зашел резец, точнее не резец, а плашка, плашка, да, галерочка. Потенциометр уболтал, пониженную включил, маточную гайку, где мне нравится, включил, маслица добавил. Все, поехала нарезать. Точнее, дорезать. Шпильки можно делать километровые. Я уже показывал, рассказывал. Любого калибра. Кому как нравится. Как-то так. Ну, много разговариваю. Я знаю, что, друзья, много разговариваю. Ну, я так привык. Так. При этом вот суппор сейчас на автомате, маточная включена, сам отъезжает. Никаких проблем. Выключаем, отодлижаем. Вот сколько дорезал. Ну, мне здесь не принципиально, поэтому я абсолютно к этому никак не привязан. Мне просто добавить, добавить резьбы. Вот, как-то так. Рановато. Вот так. Вот токарно-винторезный, да, казалось бы, станок. Но в некоторых неудобных моментах приходится, извиняюсь, приходится вот применять вот такие вот штуки для того, чтобы облегчить и ускорить весь процесс. Вот, как-то так. Сейчас достанем. Вот еще резьба горячая, правда. Ну, ничего. Все, друзья, всем пока. С вами был Санюк. А я продолжаю. У меня еще вот коротышей надо нарубить. Здесь тоже нарезать. Это только здесь. А еще их там. Тьма-тьмущая. Скоро увидимся. Тьма-тьмущая. 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 Продолжение следует...